Российская Федерация Российская Федерация с ее нынешним правящим режимом до мельчайших подробностей воссоздает государство всеми признаками, напоминающие фашистское. Однако, упаси Боже, сказать об этом какому-нибудь гражданину России. Он свято верит в то, что именно россияне едва ли не единственные, кто стоит на передовой борьбы с настоящим фашизмом. И вера эта отражает последствия пропаганды, берущей корни еще в советском прошлом. Ведь со сталинских времен стала традицией называть всех своих идеологических и политических оппонентов фашистами. «Кто как обзывается, тот так и называется», сказал недавно Владимир Путин в ответ на то, что президент США назвал его «убийцей». Вот именно, Владимир Владимирович, кто уже семь лет называет украинцев фашистами, тот сам фашистом и является. Хотя в отношении России точнее было бы использовать другой термин – расизм, наследующий саму суть фашизма, хоть и не один в один. Что же такое расизм? Термин, широко распространенный с 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию и получивший еще более широкое употребление в 2014-м, после нападения России на Украину, в Крыму и на Донбассе. Рашизм – это разновидность тоталитарной фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма. Термин в одном из своих значений обозначает варварскую геополитику Российской Федерации, направленную на оккупацию и аннексию территорий других государств с якобы благородной целью – собирание земель русских. Разновидность расизма «русизм» впервые упоминается в 1868 году в мемуарах «Былое и Думы» русского философа Александра Герцена в несколько более узком значении – экстремистского русофильства. И уже в современном значении русизм впервые озвучил первый президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев в 1995 году. Этот русизм, или как мы сейчас говорим «рашизм», особо отчетливо виден людям, которые живут за пределами Российской Федерации, где нет российской пропаганды и понятия фашизма никто не искажал, применяя его ко всем оппонентам, как это любят делать в России. Кстати, именно поэтому в мире никогда не воспринимали сравнения россиянами украинской хунты с фашистами. Притягивание за уши здесь слишком очевидно. Но не для россиян, которые не в состоянии рассмотреть явные признаки идеологии фашизма даже в собственной стране. Многие исследователи, ученые и мыслители 20 века сформулировали в своих трудах признаки, свойственные фашистскому режиму. Итальянский писатель Умберто Эко еще в 1995 году составил список из 14 признаков вечного фашизма. Каждый желающий может прогнать свою страну через этот список, чтобы понять, погрузилась ли она в темное время. Если в обществе наблюдается 6-7 признаков из этого списка, то оно близко к наступлению фашизма. Дальше все покатится как снежный ком. Именно это сейчас и происходит в России, где видны также и характерные черты фашистского минимума, выделенные британским политологом Роджером Гриффином. Однако не будем ходить вокруг да около и глубоко погружаться в научные трактаты. Для того, чтобы показать, что Россия находится на пути создания фашистского государства, достаточно использовать простые и доступные источники, Википедию и другие образовательные сайты, причем исключительно российские. С Википедией, кстати, интересная история. В русскоязычной статье «Фашизм» с 2015 года удалена табличка с основными принципами этой идеологии, и сам текст статьи стал несколько упрощенным. Не знаю, зачем это сделано, ведь вебархив хранит предыдущую версию страницы, к тому же, разобранную по образовательным сайтам, таким как, например, Академик или Киберлессон. Итак, друзья, 7 основных признаков фашизма в России 21 века. Ссылки на источники оставлю в описании к видео. Первый признак фашизма в России – национализм. Национализм, а именно радикальный государственный национализм, является, наверное, наиболее важным принципом фашизма. В частности, в итальянском фашизме, то есть в своего рода оригинальном, основой государственности считалась итальянская нация, наследница Римской империи. Причем, и это очень важно, не этнос, не раса, а именно население Италии. В германском же фашизме авторы идеологии пошли дальше. Основой государства считались коренные немцы, представители белой расы, наследники так называемых арийцев. И итальянские, и германские фашисты считали свои нации особенными и стремились возобновить былое величие, а также расширить границы государств до соответствующих размеров. Германия – до территорий, которые населяют потомки арийцев. Италия – до границ Римской империи. В России под национализмом принято понимать национализм этнический, то есть более узкое понятие. Более того, довольно часто россияне путают национализм даже с нацизмом. На самом деле причины такой подмены понятий можно понять. В СССР, многонациональной стране, самосознание отдельных этносов несло угрозу для территориальной целостности и потому преследовалось. А, как известно, россияне, как и Советы, всегда любили называть своих оппонентов фашистами. Так почему бы тогда не называть нацистами тех, кто выступал за национальную самоидентификацию? Тем не менее, например, итальянский фашизм, оригинальный, не привязывался к этносу. Вообще сложно себе представить, чтобы огромной Россией, население которой состоит из многочисленных этносов, руководили русские этнические националисты. Ведь это будет означать, что население огромных территорий окажется второсортным, что, естественно, будет нести серьезнейшую угрозу беспорядков и сепаратизма. Именно поэтому, подобно итальянскому фашизму, основой расшизма стал не русский этнос, компактно проживающий на относительно небольших территориях, а население всей России и бывших советских республик. Эта виртуальная нация даже получила свое название – русский мир. Следовательно, нация – основополагающий элемент национализма – в расшизме все-таки присутствует. И, как и принято в государственном национализме, именно в этой форме национализма, которая и является одним из основных принципов фашизма – интересы нации, то есть русского мира, в Российской Федерации ставятся выше интересов индивидуума, то есть населения. Поэтому россиян и просят потерпеть санкции и другие последствия агрессивной внешней политики России. Кстати, вы заметили, что, подобно стремлениям итальянских и германских фашистов, русский мир также пытается вернуть былое величие и потерянные исконно русские территории? Конечно, официально российские власти отрицают свой национализм, но именно его этническую форму. Факты же отчетливо свидетельствуют о наличии государственного национализма в России. И отрицать это просто бесполезно. Ведь в России абсолютно открыто обсуждают явления русского мира. Возможно, россияне и не до конца осознают, что именно такой подход и называется национализмом, одной из его форм. Возможно, они не могут это признать, поскольку привыкли считать национализм чем-то другим. Но какое-то понимание этого в верхах все же есть. Ведь, как известно, Путин однажды назвал себя националистом в хорошем смысле этого слова. Второй признак фашизма в России. Авторитаризм. Официально в Российской Федерации сейчас суверенная демократия. Но почему-то при этом официальные российские власти то и дело критикуют продвижение демократии в мире и различные демократические принципы. Разные же эксперты, не только западные, относят текущий политический режим в России к так называемым имитационным демократиям. То есть к авторитарной форме правления, которая только имитирует демократию. Несомненно, экспертам можно и не верить. Но тогда давайте посмотрим на основные признаки авторитаризма. Во-первых, это наличие безусловного лидера. Нужно ли говорить, кто это в Российской Федерации? Во-вторых, очень слабая оппозиция. И, как следствие, отсутствие альтернатив лидеру. Многие россияне считают, что оппозиция слаба сама по себе. И никто ее такой не делал. Но авторитаризм как раз и характеризуется угнетением оппозиции. Нужно ли напоминать, что с ней сейчас происходит в России? Вообще, отсутствие нормальной оппозиции – эта ситуация практически нереальная в здоровом обществе. Среди других признаков авторитаризма можно назвать длительный срок пребывания лидера у власти и доминирующая политическая партия. И то, и другое имеет место в Российской Федерации. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Патреон. Ссылка в подсказках на экране и в описании к видео. Третий признак фашизма в России – однопартийная система. В нацистской Германии была единственная законная партия – НСДАП. В фашистской Италии сперва действовала многопартийная система, но со временем единственной легальной партией осталась НФП. Однопартийная система, как часть идеологии фашизма, на самом деле и не подразумевает полное отсутствие других партий. Речь идет только о том, что именно у одной партии абсолютное большинство в парламенте и правительственных структурах. Именно так было в Италии в начале становления фашизма. Естественно, случается такое не просто так. Правящий режим делает все необходимое, чтобы не дать другим партиям никакого шанса прийти к власти. Как известно, в Российской Федерации большинство мест в Государственной Думе долгие годы принадлежит президентской партии «Единая Россия». Ситуация же в региональных парламентах еще более красноречивая, там большинство ядросов подавляющее. Место премьера в России занимает Михаил Мишустин, которого сейчас готовят первым номером «Единой России» на выборах в Госдуму. Кроме этого, можно ли считать непрезидентской, например, партию ЛДПР, лидер которой предлагал даже однажды сделать Путина императором? Четвертый признак фашизма в России. Государственная пропаганда. Наверное, наибольший вклад в современные представления о государственной пропаганде сделали именно нацисты, а особенно их лидер Адольф Гитлер. В нацистской Германии даже существовало министерство пропаганды, возглавляемое Йозефом Геббельсом. В России пропаганда – это не просто искажение фактов, замалчивание, акцентирование на деталях, ложь и так далее, но и, что более важно, манипуляция, которая имеет определенную цель. В фашистском государстве для эффективной пропаганды нужна выработка централизованного плана, который бы определял, какие тезисы и приемы манипуляции использовать. Для этого все СМИ в таком государстве должны прямо или косвенно контролироваться властью. В России это имеет место, и россияне даже умудряются открыто этим гордиться. Далее, все независимые СМИ, то есть те, кто не участвует в пропаганде, должны быть либо закрыты, либо дискредитированы. Это также имеет место в России. Независимые СМИ либо не могут получить регистрацию, офис и так далее, либо продолжают работу с изобличающей меткой «иностранный агент», либо просто провозглашаются неавторитетными. Кроме этого, пропагандисты не должны нести никакого наказания за свою ложь и манипуляции, иначе кто захочет таким заниматься? Помимо вышеизложенного, российская пропаганда уже хорошо известная и признанная в мире явление, хоть и отрицаемая в самой Российской Федерации. Более того, многие россияне прекрасно понимают, что в России действует пропаганда, но оправдывают ее использование, например, уверяя, что она якобы должна быть в каждом государстве. Пятый признак фашизма в России. Милитаризм. Путинская Россия уже давно, задолго до развязанной русскими войны в Украине, уделяет особое внимание постоянному совершенствованию своих вооруженных сил. Это сопровождается пропагандистской кампанией в российских СМИ, цель которой – похвастаться новым вооружением и продемонстрировать свою якобы военную мощь. Стоит ли тогда удивляться тому, что в результате практически каждый обычный россиянин уверен в непобедимости российской армии? Например, в том, что армия РФ взяла бы Украину якобы за две недели. Что это, если не милитаризм, который является верным спутником фашизма? Фашистский милитаризм – это не только постоянное совершенствование вооружений в мирное время, а нечто большее – это государственная идеология. Такая идеология включает в себя и оправдание необходимости наращивания военной мощи. В России в качестве подобного оправдания используется концепция внешнего врага. Это, кстати, тоже признак фашизма, о котором мы скажем ниже. Также фашистский милитаризм характеризуется тем, что допускает использование военной силы для решения внешних и внутренних проблем. Нужно ли в этом контексте вспоминать внезапное использование войск России и в Грузии, в Крыму и на Донбассе без какого-либо предварительного поиска дипломатического решения, постоянные намеки на ядерный удар по другим странам и так далее и тому подобное. Шестой признак фашизма в России Противоречивый образ врага Враг должен выглядеть одновременно сильным и слабым. Он может быть более богатым, развитым, хорошо вооруженным, но при этом глуповатым и трусливым. Разве не так представляют себе в России Америку и в целом Запад из вечных российских антиподов? Таким образом, в сам образ врага изначально закладывается вдохновляющий патриотов сценарий. Куда более слабый, но более хитрый и смелый в итоге обязательно победит. Поверив в этот образ, люди будут понимать серьезность угрозы, но при этом не слишком сильно боятся врага, ибо они верят в неизбежную победу. Умберто Эко, кстати, утверждал, что все фашистские режимы обречены на поражение в войнах, именно из-за своей неспособности объективно оценить мощь врага. Седьмой признак фашизма в России Культ героизма От героизации, включая прошлых борцов за независимость и так далее, идеология героизма отличается тем, что провозглашает его частью современного государства и менталитета нации. Культ героизма – это важнейший признак фашизма, который тесно связан с милитаризмом и который можно увидеть в расизме. Общеизвестный факт – россияне как будто бы зациклены на победе над нацизмом в так называемой Великой Отечественной. Несмотря на то, что в этой войне на стороне антигитлеровских сил принимало участие множество народов, россияне, по сути, приватизировали эту победу, сделав ее собственной и только своей. Естественно, все это делается намеренно, в рамках идеологии героизма, с целью придать своей стране особое величие, создать ощущение еще большего могущества своей армии, заложить четкую ассоциацию между героизмом и российским народом и так далее и тому подобное. В этом контексте особенно красноречива манера празднования Дня Победы в Российской Федерации. Это помпезные парады, авиашоу, демонстрации могущества, воинственные речи и символика победы. Та же колорадская лента в самых неуместных местах. И этим своим победобесием Россия существенно отличается от других стран-союзников по антигитлеровской коалиции. В других странах-победителях принято чтить память погибших и благодарить единицы все еще живых ветеранов. В России же принято хвастаться и преувеличивать свой вклад в победу. Другими словами, когда Европа концентрируется на ужасах войны и на том, что подобное не должно повториться, Россия пропагандирует месседж «Можем повторить», стремясь продемонстрировать всему миру героизм и якобы превосходство своего народа и армии. Стоит ли удивляться стремлению расистов повторить подвиг своих дедов там, где это вовсе неуместно и больше напоминает подвиг немецких дедов? Это и есть идеология государственного героизма. Умберто Эко также соединяет культ героизма как критерий фашизма с культом героической смерти. В этом контексте весьма красноречиво и сама за себя говорит акция «Бессмертный полк». В дополнение к вышесказанному стоит отметить, что расшизм – это отдельный вид фашизма и не должен наследовать абсолютно все его принципы. В расшизме их и так предостаточно, чтобы с уверенностью отнести его к фашистской идеологии. Всем фашистским режимам свойственно гипертрофированное и концептуально обоснованное чувство национального превосходства над другими народами, которое в путинской России выражается в противопоставлении русской православной славянской духовности западному материализму и потребительству. А идея о старшем и младшем славянских братьях вообще является классическим примером российского национального шовинизма. В унисон с пропагандистами поют священники русской православной церкви. Они – нравственная опора расшизма. РПЦ не оппонирует антигуманному режиму, а наоборот освящает его, оправдывает и организационно поддерживает. Причем только РПЦ с их идеологией является единственной истинно канонической церковью в Российской Федерации. Один из признаков фашизма – вера в мессианскую историческую роль своего народа – у русских проявляется в идее Третьего Рима и возрождении мифической гипербореи, как прародины славян. Контроль Москвы над народами Восточной Европы, что фактически означает их порабощение, объявлено русской национальной идеей. Российское имперское мессианство прекрасно соединилось со стремлением восстановить СССР и покончить с независимостью свободных соседних стран во имя укрепления России для дальнейшего геополитического противостояния и войны с западной цивилизацией. Уже даже тот факт, что Россия всю свою историю патологически стремилась завоевать соседние страны и на 90% ее территория состоит из покоренных народов, делает ее на самом деле очень опасной для всего остального мира. Рашизм является идеологией, основанной на мифе о победе в так называемой Великой Отечественной войне. Именно это и дает моральное право на дальнейшее насилие в отношении того, кого русским выгодно называть фашистами в данный промежуток времени. Рашизм базируется на дефиците памяти и ответственности за имперские и коммунистические времена. Геббельсовская пропагандистская практика современной России навязывает цензурированные картины прошлого. Свежие фильмы о Гитке по заказу Российского федерального агентства по культуре и кинематографии являются мотиваторами уничтожать мифического врага. Скажем откровенно, Кремль готовит людей к войне. А добавить на самом деле больше и нечего, потому что сказано более чем. Российская федерация с ее нынешним правящим режимом до мельчайших подробностей воссоздает фашистское государство. С чем я и поздравляю дорогих россиян. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья!